Где обитают моржи? Что такое хрупкий мир Арктики и как его сохранить? Ответы на эти вопросы знают ученые, которые каждое лето отправляются на заповедные острова Баренцева моря, чтобы изучить флору и фауну, а также оценить состояние окружающей среды. В Арктику группа ученых добирается на вертолете. Прежде чем лететь к основному месту базирования, делаем посадку на островах Долгий и Голец. Здесь внушительный фронт работ для орнитологов. Интерес ученых к этим местам понятен. На заповедных островах в Баренцевом море гнездуются большие колонии Гаги и Белощукой Казарки, Гуменника и Белолобого гуся. Научные сотрудники ведут подсчет численности редких пернатых и фиксируют малейшие изменения в сравнении с прошлым годом. Самое главное наше научное направление – это смотреть за изменением ареалов птиц и их численности и пытаться как-то связать, найти связи с изменениями в окружающей среде. То есть не только это мониторинг заповедных островов, а мониторинг и окружающей среды в арктической зоне Российской Федерации. Следующий и конечный пункт в маршруте – Матвеев. Земля с богатой историей. В 16 веке этот остров стоял на пути поморов в Мангазию. Об этом свидетельствуют деревянные кресты, установленные предположительно пять столетий назад. В первой половине 20 века на острове был создан маячный поселок. А в годы Великой Отечественной войны у берегов Матвеева разыгралась трагедия. Немецкая подлодка уничтожила пять безоружных советских кораблей с призывниками, мирными жителями и заключенными. Сейчас остров безлюден. Небольшой, скалистый и изрезанный бухтами этот кусочек суши посреди холодного моря относится к федеральному заповеднику Ненецкий. На острове сохранена естественная среда обитания ценных растений и редких арктических животных. Здесь водятся малые тундровые лебеди, зайцы и песцы, белощукая казарка, а одно из песчаных коз и вовсе облюбовали моржи. Глыкастые великаны Арктики весят около тонны, а длина достигает трех метров. Впрочем, несмотря на гигантские размеры, это довольно безобидные и любопытные животные. Атлантический морж – один из самых уязвимых обитателей Арктики. Этот уникальный вид хэка региона Варенцева моря занесен в Красную книгу России, ведь с каждым годом возрастает вероятность его исчезновения. Главную угрозу этому редкому виду представляет возрастающая активность нефтяных компаний, а также сокращение ледового покрова из-за изменения климата. Всего же в мире по разным источникам насчитывается около пяти тысяч этих арктических жителей. Кстати, сейчас на Матвееве ведется первый в мире длительный мониторинг численности краснокнижных млекопитающих. Ежедневным наблюдением за моржами уже второй месяц занимается сотрудник Ненецкого заповедника. Юлия Богомолова оценивает половой и возрастной состав животных, а также подсчитывает их примерное количество. По словам эколога, назвать точную цифру отдыхающих на Матвеевском лежбище морских здоровяков очень сложно. Зависит от погоды, от силы ветра, с какой стороны дует ветер, дует ли он в бухту или из бухты, какое волнение на море, какой накат на море. От этого по большей части зависит то количество моржей, которое выходит. Но, естественно, моржи, отдохнувшие, уходят на кормежку. Вообще, шторм они предпочитают проводить на море. Эти уникальные места с хрупкой арктической природой сегодня находятся под особой защитой, ведь с увеличением интереса к Арктике развивается и нелегальный, так называемый, неконтролируемый туризм, который, кстати, может нанести не меньший вред природе. Совместной охраной островов занимаются сотрудники Ненецкого заповедника и представители Всемирного фонда защиты дикой природы. Правда, пока только с июня по октябрь. Впрочем, как только для экологов обустроят теплое жилье, охрана территории будет вестись в круглогодичном режиме. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», остров Матвеев, Ненецкий автономный округ.